Одной волне с городом. Радио. Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался, что там. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем доброго дня или доброго утра, кто только что проснулся, присоединился к Радио Болтком. Олег Пик в студии. И программу «Встретились, поговорили», в которой мы встречаемся, говорим с кучем. Ольга Троицына с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Добрый зимний день. Да, зима внезапно. В зиму ожидания весны, но, к сожалению, открываем глаза, все еще видим снег. Мы уже вот в наших прошлых программах, встречах обсуждали и говорили о том, как поменять свою жизнь. Вот не можем изменить погоду, но, во всяком случае, не повод это опускать руки, засиживаться, расстраиваться, предаваться унынию, когда есть много других, в общем-то, занятий. И часто вот мы говорим о том, что куч помогает человеку, во-первых, осознать, чего он хочет, каких перемен он хочет в жизни, какого результата он хочет достичь, и помогает выстраивать ему стратегию, как шаг за шагом добиться этого результата. Потому что очень часто бывает, что, ну, и по ходу дела могут поменяться цели, приоритеты, могут измениться и скорость, и вот достижение этих целей. Может быть, где-то надо притормозить, где-то, может быть, можно ускориться. Но, тем не менее, не всегда есть возможность, я так понимаю, ну, вот постоянно быть в контакте с человеком, который является вашим, ну, я уж не знаю, там, коучем, тренером, наставником и так далее. Можно ли обойтись без этого и самому, сам себе, вот режиссер есть такое выражение, сам себе коуч, вот сам себе поставил задачу, сам же ее и выполнил. Да, прекрасная, вообще очень правильная такая подводка. Я за нее очень благодарна, потому что, на самом деле, это так, коучинг, он про осознанность, да, и про то, чтобы в клиентах эта осознанность появлялась и развивалась. И как только ты понимаешь, чего ты хочешь фактически от себя, то дальше уже ты сам выбираешь те инструменты, каким образом ты будешь с этим работать. То есть, безусловно, быстрее, и я думаю, что приятнее, конечно, найти там специалиста, коуча, или, да, там, тренера, наставника, ментора, да, потому что ты понимаешь, что в любом случае это будет коммуникация, да, мы люди социальные, нам все равно нравится общаться. И через общение мы получаем гораздо лучший результат, потому что тот вопрос, который мы сами себе можем задать, он будет сильный, но вот насколько честно мы себе на него ответим и насколько мы захотим себе честно отвечать, это опять уже будет, как бы, наша ответственность. Если этот вопрос задает коуч, то он услышит, насколько, как бы, клиент открыт. Но в любом случае, работаем мы с коучем или не работаем, вот эта вот история самокоучинга, она, мне кажется, очень такая правильная, потому что фактически ее можно встроить в нашу жизнь на ежедневной основе, то есть уже там, начиная с утра, вы можете задавать себе правильные, такие открытые вопросы, которые вам помогут наилучшим образом выстроить день, наилучшим образом понять, что для вас сегодня важно или не важно, наилучшим образом выстроить какие-то приоритеты, понять, на что надо обратить определенное внимание, да, что можно сегодня пропустить. То есть, конечно, это все можно сделать и самому, но это тоже такая же работа, я бы сказала, наверное, как спорт, да, когда мы утром встаем, делаем какую-то гимнастическую зарядку, хотим, не хотим, и насколько мы ее хорошо делаем и качественно, либо мы просто машем руками, как птица, да, и делаем вид, что это зарядка, либо мы, честно, там, не знаю, встаем в планку на две минуты, вот так вот, чтобы там, я не знаю, или сколько там, от минуты, наверное, и больше, да, считается эффективная эта планка, да, и мы на самом деле работаем над своим телом. Точно так же, я бы сказала, и коучинг, и вот эти вот вопросы, которые мы себе можем задавать, они точно такие же, то есть мы можем формально себя спросить, чего я сегодня хочу, а я сегодня ничего не хочу, буду лежать дома на кровати, прекрасно, и само коучинг, и результат тоже будет точно такой же. Либо все-таки мы готовы к трансформации, мы готовы к достижению, мы правда хотим это сделать для себя, сделать это эффективно, в какой-то момент понять, нужен нам кто-то, или мы можем продвигаться к своим целям, к своим задачам сами. Но ведь действительно, если проводить вот аналогии со спортом, когда мы в спортивном зале, вот ты видишь, что когда тренер говорит, нет, не опускай руки, еще продержись немного, и вот это тебя как будто бы мотивирует, и ты понимаешь, что тебе может быть даже стыдно, ну вот перед тренером показать свою слабость, ты держишься из последних сил, или когда никто тебя не видит, и ты все-таки вот пытаешься, ну каким-то образом схитрить, сам себя обмануть, и иногда поддаешься вот таким слабовольным позывам. То есть вот, конечно, это очень-очень, ну непросто. Причем самое интересное не то, что иногда поддаешься, а поддаешься всегда. Да, я 8 лет в коучинге, я знаю, что такое осознанность, и мы постоянно хитрим, и постоянно себя как бы себе облегчаем нагрузку. И вот если даже мы занимаемся сейчас спортом все дома, но я прекрасно знаю, как это было, да, в тренажерном зале, когда тренер на тебя смотрит, и когда ты там докачиваешь эти последние разы, и когда ты дома, ай, ну ладно, ну я же знаю это уже упражнение, ну я его точно сделаю завтра, вот полностью в него вложусь, а сегодня я вот, ну, перейду к чему-то другому. Ну, поэтому это такая интересная, но, наверное, если бы человек сам был настолько высокоорганизован, хотя я уверена, что есть такие люди, наверное, ну и кучи бы не было, и тренеров бы не было, да, люди собирались бы в команды совершенно спокойно, играли в футбол, потому что каждый знал свои сильные стороны, он точно знал, как хорошо, и чем он там, не знаю, бьет, как организовать. Но нет, понимаете, сколько существует, наверное, человечество, в принципе, столько же существует тренера. Просто есть тренера в спорте, а есть тренера нашей, как бы, я даже не знаю, ни души, ни нашей жизни, то есть как даже коуч назвать, это тренер чего, да, то есть он тренирует, наверное, осознанность, да, и какое-то осознанное проживание этой жизни. Поэтому только человек может выбрать, будет он все делать сам, или он в этой жизни будет обращаться к специалистам. Но, с другой стороны, ведь нужно ли вот нам какие-то, иногда бывает, глаза вот со стороны, вот человек может, наверное, собрать волю в кулак, вот есть же действительно люди, которые могут сорганизоваться. У меня сразу почему-то Фондорин вот предстает перед глазами из Романа Факунина, который каждое утро делает вот этот комплекс упражнений на максимальном, хотя у него все равно был масса, вот который его, если что-то пошло не так, все равно ему говорил со стороны, вы сегодня, хозяин, сделали неправильно там это упражнение или слишком легко, да, тоже, тоже, в принципе, можно сказать, что он был его коучем. Вот, вот видите, мы ничего нового не придумали, да, мы просто немножечко обращаем внимание на то, что это было, есть и будет, и получает еще больше, наверное, я думаю, что распространение. Вот, и как коучинг может, как мы можем помочь себе, наверное, мы можем пройтись по этим семи шагам, которые я сегодня хотела предложить. Еще у меня была такая идея, если останется время в эфире, то по Фейсбуку ходит очень интересный такой ролик про, не ролик, а такой, как текст, про то, что все так устали от коуча, от менторов, что у каждого коуча есть коуч, да, и все бегут за успешным успехом, и все вот такие вот лидеры, а я вам предлагаю из серии «Лечь и деградировать», да, я буду вашим тренером в деградации, что сколько уже можно. И вот меня так вообще заинтересовало, думаю, ну почему же считается, что коучинг, он про, ну, какой-то успешный успех, что коуч нужен только тому, который хочет заработать миллионы-миллионы, который хочет стать лидером лидеров, который хочет получить успешный успех, и я подготовила просто краткий такой там списочек из запросов, которые приходили лично мои клиенты ко мне, и если останется время, я просто могу эти запросы озвучить для того, чтобы это тоже, наверное, немножечко подсветит коучинг с другой стороны, да, потому что все-таки этих есть какие-то ограничивающие убеждения или немножко неправильные убеждения, что такое коучинг и с чем он работает. Но вернемся, наверное, тогда к самокоучингу, правда, к самому интересному, с чего мы собрались. Итак, первый пункт, который советуют, рекомендуют, я бы выделила, не знаю, как лучше начать, это взять ответственность за свою жизнь. Это то, с чего мы начали, это вот эта вот осознанность, это авторская позиция. Я сейчас даже могу на конкретных примерах рассказать, как мы сами не замечаем, когда у нас эта позиция неавторская. Что такое неавторская? Это перекладывание ответственности. С предыдущих эфиров мы уже знаем, что можно приложить ответственность на деньги. Если бы у меня были деньги, я бы точно, там, не знаю, горы свернул, это мы перекладываем ответственность на деньги. Если бы на работе у меня был более, не знаю, чуткий, слышащий начальник, я бы точно работал по-другому, я бы, наверное, вкладывался в свою работу, я бы работал там не 4 часа или 4 часа гонял чьи, а точно бы 6 часов, вот если бы начальник был другим. Или там, если бы у меня коллектив был, не вот этот вот террариум женский, да, в котором я сплетничаю, все друг друга обсуждают, не знаю, там, яд в чай подсыпают и ла-ла-ла, у меня бы вообще жизнь сложилась по-другому, я была бы, был бы или была бы точно счастлива в этой жизни. Или там перекладывание ответственности на мужа, что если бы муж больше любил, ценил, уважал, помогал, дарил подарки, моя бы жизнь тоже изменилась, я бы изменилась, я бы на все смотрела по-другому, я бы не обижалась и так далее. Сейчас самое крутое, это, конечно, что у нас? Коронавирус. Это вообще лидер перетягивания ответственности на себя. Я бы сказала, топ of the top. То есть когда мы, если бы не коронавирус, если бы не нет, если бы магазины были открыты, если бы бизнес существовали, опять-таки все у нас было хорошо. Но в этот момент мне всегда хочется сказать, давайте вернемся там на два года назад, когда не было вируса. Все равно находилось что-то, на что мы умудрились жаловаться, и на что мы перекладывали ответственность. То это могут быть все кто угодно, начиная от поставщиков, которые не вовремя поставляют, от партнеров, которые не вовремя платят, еще что-то. То есть нам всегда что-то мешает. И вот что вот эта вот авторская позиция? Авторская позиция – это когда мы все пропускаем через себя и говорим с позиции «я». То есть вот если бы у меня были деньги, а мне нужна определенная сумма денег для того, чтобы я реализовал свои мечты, съездил в отпуск, запустил бизнес и так далее. И когда мы имеем авторскую позицию, работаешь ты сам или работаешь ты с коучем, тебе уже понятен конечный результат, тебе понятен конечный запрос, над чем надо работать. Точно так же, как и коллеги, все мы имеем свободный выбор. То есть вы пришли в эту компанию зачем, что вы делаете? То есть вы просто отсиживаете, обмучиваетесь, я говорю, там, дырку на стене закрываете, в этом ужасном коллективе и фактически тратите свою жизнь непонятно на что, потому что на работе мы, будь то онлайн или оффлайн, проводим там 8 часов времени. То есть возьмите ответственность на себя, проанализируйте все, что с вами происходит, проанализируйте коллег, почему они такие, какие у них цели, какие задачи, правда ли вы хотите быть в этом коллективе и двигаться в этом коллективе? Тогда надо, ну не знаю, какой-то подучить, может быть, психологию, может быть, какую-то коммуникацию наладить с этими коллегами. Либо давайте тогда менять работу и думать, что возможно, то, чем вы занимаетесь, это не совсем ваше, и может вам лучше реализоваться в чем-то совершенно другом, может быть, и прямо вообще в другом. И смену профессии мы тоже обсуждали. Относительно коронавируса точно так же. Многие есть люди, которые поблагодарят этот вирус за то, что есть огромные возможности, как мы говорили, в онлайне обучаться, получать такое космическое количество знаний из-за небольших денег, которые бы два года назад нам стоили, ну на самом деле, большие суммы. Мы бы этих людей никогда не увидели, мы бы у них никогда не поучились, и у нас никогда бы не было возможности себя настолько прокачать. То есть надо, мне кажется, воспринять этот год или два как фактически университет. Представьте, что мы пошли на дневной учиться в университет. То есть с одной стороны, ты, может быть, не получаешь столько денег, сколько ты хотел бы, но с другой стороны, ты абсолютно точно получишь какие-то дополнительные знания и образования. И мы это могли использовать. И потом, когда у нас все откроется, все произойдет, и все будет здорово, и опять эта машина начнет работать, вы будете совершенно другими знаниями. А знания и правда будут нужны другие, потому что мир поменялся, потому что все привычки поменялись, люди поменялись. И вот насколько мы используем это. Поэтому первое, наверное, что нужно для самокоучинга, это вот эта авторская позиция. Постараться отследить себя в течение дня, где происходит вот этот сдвиг ответственности на кого-то другого, и попробовать вернуть эту ответственность себе. А что же я хочу? Ну, это сложно, конечно. Это действительно, ведь все промахи, все какие-то неудачи придется принимать вот именно на свой счет. Невозможно будет списать на кого-то, что кто-то тебе помешал, кто-то не создал там условий, которые ты хотел бы. Но, конечно, это требует определенных усилий. Да, как и в зале, когда стоит тренер и говорит, ногу выше, да, еще давайте подкачаем пресс. Это тоже требует усилий. То есть мы бы на данном этапе от этого отказались. И мы, естественно, находим самый легкий вариант, при котором мы можем себя убедить и себя успокоить о том, что мне достаточно. Да, я качнул пресс 50 раз, мне достаточно. А тренер говорит, нет, родной. А еще 30, да, и ты думаешь, я умру. Он говорит, нет, а только после 30 будет везде жечь, болеть, и ты увидишь результат, и ты приблизишься к своим любимым кубикам, к которым ты стремишься. А тебе на 50 уже достаточно, но кубиков не будет. Вот он этот выбор. И следующее, что возле этого узнать себя. Да, вот в этом. То есть мы передвинули фокус, постарались на себя, то есть сняли эту ответственность других, вернули ее себе. Что происходит дальше? И дальше мы начинаем работать с собой, задавать себе вопрос. Так чего же я хочу? О чем я мечтаю? Что по-настоящему ценно для меня в этом мире? У меня есть список дома из, по-моему, 160 открытых вопросов, которые продвигают нас в нашем понимании себя и в нахождении, наверное, своего места в этом мире. 160 таких вопросов. Вот как, что по-настоящему ценно в этом мире? В чем состоит мой особый дар? В чем я вижу ценность? Для чего я утром просыпаюсь? Что приносит мне радость сегодняшнего дня? 160 вопросов. И пройдя эти 160 вопросов, проработав это с собой, я думаю, что наша осознанность тоже, она вынуждена будет проявиться, потому что ты уже не сможешь ее куда-то сдвигать, прятать и думать, что об этом я подумаю завтра. Вот коучинг про то, что подумать надо сегодня. Но ведь не получится ли так, что узнавая себя, мы можем узнать какие-то вещи, которые нас могут действительно увести далеко. Например, человек задает вопрос и честно отвечает, я бы хотел путешествовать по миру, я бы хотел видеть другие страны, города, я бы хотел быть наполненным впечатлениями от этих вновь увиденных, я хотел бы знакомиться с людьми других культур, а он живет в своей какой-то, ну, как белка в колесе в жизни, и, может быть, он уже подсознательно смирился с тем, что он никогда не уедет куда-то в какой-то, не просто, условно говоря, в Турцию или в Египет на пляж и вернуться через две недели, а вот именно путешествие-путешествие, то есть это вот реально куда-то подниматься в горы, проезжать на каких-нибудь там, не знаю, вот велосипедик куда-то, вот может ли, ну, то есть вот не испугает ли его такая перспектива от чего-то отказаться, от своего комфорта, ну, вот заглянув вот в эту бездну своих желаний? Прекрасно! Знаете, такое даже некое противоречие, то есть с одной стороны человек себе честно признался в своих желаниях, и, соответственно, он понимает, что если он этого на самом деле хочет, то эти желания уже на сегодня подавлены, то он сегодня проживает не совсем той жизнью, которую он бы хотел, и подняв это на поверхность, тут как раз возникает вопрос этой осознанности, насколько для меня важно в этой жизни еще успеть вот это вот сделать, пропутешествовать, хотя бы в минимальном комплекте, пусть это не будет моя работа, связанная 365 дней, как, не знаю, там «Орел и решка», да, есть же передача, вот они там путешествуют, хотя я читала отзывы этих ребят, они все в шоке, у кого-то болезнь, у кого-то нервный срыв, у кого-то еще что-то, потому что это жутко тяжело, да, переезжать из страны в страну, это разный климат, это разная еда, и на самом деле, опять-таки, это все, так мне кажется, очень романтизируется, да, и вот тут тоже начинается работа, окей, допустим, коучинг, он же про что, он такое, некое волшебство, представьте, что у вас есть такая возможность, что вас ничего не держит, вы получили, например, наследство, чуть денег в наследство, да, да, и у вас есть такая возможность, вот у вас есть семья, жена, двое детей, хотели бы взять свою семью в путешествие, либо вы хотите, чтобы семья оставалась здесь, а вы бы там, допустим, на какой-то, может быть, месяц-два-три уезжали, да, клиент говорит, вот выбирает какой-то из вариантов, например, я бы вот, ну вот хотя бы начал бы с того, что хотя бы пару месяцев пропутешествовал, вот просто увидеть вот это вот, открыть окно и вдохнуть эту свободу, прекрасно, в какую бы вы страну поехали, например, я бы поехал в Африку, что бы в Африке делали, да, ну, там, что, это явно не экскурсия по музеям, как в Италии, во Франции, да, то есть это что-то другое, хорошо, вы посмотрели на животных, какие-то джип-сафари, что дальше, да, и когда ты начинаешь разматывать этот клубок, ты доходишь до самой сути, во-первых, обычно в конце сессии уже появляется и проявляется какая-то определенная ценность, да, что ценного в этой поездке для вас, почему вы туда так рветесь, то есть что вы правда хотите, вы хотите новых впечатлений, посмотреть, как там люди в другой стране живут, зачем вам это надо, да, и тут появляется огромное количество вопросов, и потом, когда в конце сессии клиента возвращаешь вот здесь и сейчас, появляется совершенно другое понимание, другое видение, и либо разрабатывать, правда, план того, что нет, я это хочу, да, вот я хочу, вот это моя мечта, я хочу на два месяца там пожить в этой Африке, человек продумывает уже по шагам, как он может это сделать экологично, там, чтобы никто не пострадал, чтобы земля не умерла с голоду, да, оставив какие-то деньги, и он идет навстречу мечте, что происходит дальше, когда он идет навстречу мечте, ему вселенная выделяет под запрос энергию, это тоже, что мы говорили, да, там были эфиры о том, где мы теряем энергию, и вот сейчас у меня были какие-то недели осознанности, когда я отслеживала, как вселенная дает энергию под запрос, то есть если у меня не было никаких конкретных планов на день, я могла ходить из угла в угол, вот даже интересно, просто вот понаблюдать, но нет никаких планов, а какой-то у меня был день, когда у меня были встречи, сессии, конференции, еще что-то, я в конце вечера была гораздо более энергичная, чем в тот день, когда я провела дома, как будто бы отдыхала, да, и здесь получается то же самое, как только у вас появляется какой-то интерес, какая-то мечта, у вас появляется энергия, у вас появляются ресурсы для ее реализации, потому что это ваша мечта, потому что вы это делаете для себя, не потому что начальник сказал, не потому что сосед попросил, да, или жена вас допилила отвезти ее в Турцию, тогда там точно никакой энергии под запрос не будет, потому что вас допилили, а если вы идете навстречу своей мечте, там случаются чудеса, вселенная это все поддерживает, поэтому это все возможно, да, или ответить тогда на вопрос, что мешало до сегодняшнего дня жить или попробовать вот то, что вы намечтали, что мешало, это тоже очень важно. Ох, да, это действительно второй шаг, я понимаю, узнать себя, заглянуть в свои мечты и понять, понять, чего ты на самом деле хочешь. Что же тогда третий шаг? Третий шаг – это жить настоящим. Это вот последний запрос «Здесь и сейчас», который мои клиенты тут задали, у меня тоже был мастер-майнд, они сказали, «Оля, ну объясни, пожалуйста, мы столько слышим, столько читаем, вообще это что за история, коучи немного работают, я знаю, что есть там и даже и трехдневные полноценные семинары, да, и огромные курсы на тему майндфулнесса вот этого, вот быть здесь и сейчас, и рассказать это вот так вот за минуту, да, когда я начну рассказывать эту тему, и есть специалисты, есть люди, которые только в этой теме работают, я думаю, то они тоже скажут, что вообще как это можно такую важную, серьёзную тему обесценить буквально, да, и в двух словах постараться рассказать, но тут я бы, наверное, держала фокус не до какой-то такой серьёзной теории, на том, чтобы мы в моменте постарались не впадать в прошлое, в глубокий анализ и в какую-то рефлексию, и при этом не забрасывать себя в какое-то прекрасное будущее, пропуская сегодняшний момент, вот если так можно сказать, и есть даже хорошее упражнение, даже несколько, да, как вернуть в себя осознанность, вот я даже два упражнения могу сказать, первое, это назвать все предметы, которые находятся вокруг вас, это если вы хотите перестроиться и вот, ну, правда, привести какой-то фокус на сегодняшний день, просто называть абсолютно все предметы, которые вы видите. Это, ну, закрыв глаза, да? Нет, вы сначала называете, вот, передо мной, там, компьютер, лампа, сумка, там, камень, стена, картина, вы это называете, потом вы закрываете глаза, слушаете звуки, и, ну, не знаю, там можно назвать, не называть, вы это делаете для себя, да, это не обязательно, и потом ощущение, вот я сижу на стуле, вот я чувствую, что моя правая нога чувствует этот стул лучше, чем левая, потому что я там, ну, как бы сижу на одной стороне, и вот проделав это упражнение, оно там занимает, не знаю, там, может быть, две-три минуты, да, вы возвращаете себя в момент, это очень хорошо возвращает ресурсное состояние, например, если клиент в каком-то эмоциональном состоянии пришел на сессию, да, там, негативном, что-то у него произошло, как его быстро вернуть в здесь и сейчас, да, и вторая история еще проще, сосчитать до десяти, фокусируясь только на счете, чтобы ваши мысли никуда не улетали в этот момент, просто, вот один, и вы фокусируетесь, один, два, три, медленно, и с первого раза у вас не получится, потому что на каком-то счете вы будете обязательно своими мыслями улетать во что угодно, в рабочие проблемы, что я забыл купить, да, что я забыл сделать и так далее, и вот попробовать до десяти сосчитать осознанно, вот это будет здесь и сейчас, и в чем прелесть этого момента, я это испытала, когда у меня были налоговые проверки, одна очень серьезная проверка, ну, там, которая, в общем, вылилась в серьезные, я даже не знаю, какие-то последствия, да, и ты понимаешь, что ты нервничаешь, там, проверка может быть через две, через три недели, и ты понимаешь, что у тебя дичайший стресс эти три недели перед этим мероприятием, ну, по-другому не может быть, да, то есть ты не знаешь результатов, ты просто знаешь, что это дико волнительно, и вот тогда я использовала эту технику, у меня, например, подруга, когда я посоветовала, у нее была операция, она говорит, Оль, я это использовала перед операцией, когда ты живешь здесь и сейчас, что в этом моменте, у тебя нету проверки, вот сейчас я нахожусь здесь, и этот момент, он прекрасный, в этот момент у меня нету стресса, и так же, как в этот момент у вас нету операции, да, вы сидите дома, вы пьете чай, и вы наслаждаетесь этим моментом, потому что в нем нету этого стресса, да, он будет потом, да, но опять-таки, что самое смешное, мы сами знаем, когда мы попадаем, и наступает этот день Х, уже не так страшно, потому что ты уже в этом дне Х, да, и так же, как очень многие люди, например, боятся увольнения, да, или что их вызовет начальник, или что-то сделает, у меня даже было в начале, когда у меня только фирма организовалась, когда я увольняла девушку, я говорю, ну невозможно, я говорю, и работаешь плохо, и стрессуешь, он говорит, вы знаете, вот как вы только взяли меня на работу, я боялась, что вы меня уволите, вот, наступил этот день, и поэтому я плохо работала, потому что я все время боялась, что меня уволят, и это вообще история жизни, это никакая непридуманная, да, и очень многие люди, если берут на работу, они хотели попасть на эту должность, они очень волнуются, насколько они будут соответствовать, да, а если это какое-то повышение, или они там в новую компанию пришли на повышение, насколько они справляются, и они живут в этом стрессе, то есть вместо того, чтобы радоваться этому моменту, так, как я в новой компании, какой у меня есть ресурс, что я этой компании могу дать, чем я могу быть полезен, если я что-то не знаю, я спрошу у коллеги, я узнаю, да, и ты наполнен этим ресурсом, а некоторые попадают и начинают стрессовать, да, и в конце концов, конечно, их увольняют, потому что кому нужен работник в стрессе, да, всем нужен работник, ну, как бы энергичный, и вот эта вот история такая, точно так же, как про будущее, да, что вот я сейчас, как белка в колесе, но вот закончится вирус, вот там заработают денег, вот выплатит мне босс премию, который обещает мне уже полгода выплатить, и вот тогда я начну реализовывать свои мечты, да, и мы перекидываемся все время в будущее, да, все, и опять проскакивает сегодняшний момент, и относительно прошлого, там был какой-то негативный опыт, не был, это тоже такой очень важный момент, который я тоже прорабатываю с клиентами, к сожалению, это тоже про осознанность, что если у нас случаются какие-то ошибки, какие-то провалы, какие-то там негативные вещи, мы стараемся их забыть, пробежать, закопать, да, что как будто их не было, то ли чтобы не травмировать свою психику, то ли чтобы, как бы мы боимся, что наша самооценка может упасть, а на самом деле нам надо как раз пройти эту историю, нам надо понять, что в этой ситуации было такого, почему эта ситуация была создана для нас, какие мы выводы из нее сделаем, какие бы они ни были, да, бонючие, или какие-то, и даже если мы были в этой ситуации виноваты, правильно сделав выводы, мы трансформируемся, и только тогда мы из этой ситуации берем ресурс на будущее, только когда мы ее полностью прорабатываем, это неприятно, да, и коуч на самом деле будет где-то, может быть, задавать вопросы, на которые сами мы себе не хотим задавать вопросы, да, ну было и было, но не получился у меня этот проект, и не получился, все, зато следующий получится, а почему ты думаешь, что у тебя следующий получится, если ты не разобрал на молекулы предыдущую ситуацию, не понял, где конкретно ты был виноват, может быть, команда была плохая, может быть, там тебе не хватило каких-то качеств, да, может быть, какое-то, там, я не знаю, какого-то упорства, да, так давай поработаем, и мы поймем, что надо добавить в сегодня, чтобы завтрашний проект у тебя правда появился, а иначе ты такой, какой ты есть, и уйдешь в следующий проект, и вполне вероятно, что он тоже не получится. Ох, да, сложно, сложно, так получается, признаваться иногда себе в ошибках, но тем не менее, вот этот момент, то, что мы иногда не ценим, то, что имеем, наверное, это многие согласятся, с тем, что, оглядываясь назад, иногда мы понимаем, что мы, как бы, были увлечены какими-то другими делами, ну, условно говоря, родители, когда вырастают дети, они думают о том, что, ах, почему я все-таки не проводил столько времени с ребенком, был целиком зациклен на каких-то других моментах, и вот я пропустил какие-то самые лучшие минуты жизни, может быть, которым можно было наслаждаться, именно вот здесь и сейчас. Ну, вот, и поэтому, вот этот вот самокоучинг и осознанность, о чем мы говорим, это именно про это, что когда вечером, не через 18 лет, когда ребенок стал совершеннолетним, ты понял, что ты что-то не успел, а вечером этого дня, ты понял, что ты не успел ребенку уделить время, потому что у тебя были, там, важные другие задачи, да, ты зарабатывал деньги, чтобы накормить эту семью, тогда ты сразу принимаешь решение о том, как ты можешь это исправить в субботу, там, или в воскресенье, да, у тебя есть четкий план, то есть не ждешь год, два, три, не оправдываешь себя много-много лет, да, о том, что, потому что это не исправить, а у тебя он должен быть, вот, краткосрочное, да, давай подумаем, там, прийти даже вечером к ребенку, поговорить с ним 15 минут, спросить, как у него дела были сегодня, что для него сегодня было важно, да, и как я тебе, как родитель, могу быть полезен, или чем я могу помочь, или если ребенок говорит, вот, я хочу там съездить в зоопарк, вы понимаете, что там в 10 часов вечера ты не можешь поехать в зоопарк, да, ты тогда говоришь, классно, мы тогда с тобой в субботу поедем в зоопарк, но тогда в субботу уже будь добр, отложи какие-то свои вещи, может быть, уборку дома, квартиры, это время с ребенком, да, потому что дети, они же озвучивают, что они хотят, в какой-то период времени, но потом, когда они слышат, что они не могут достучаться до родителей, дети тоже закрываются, да, они понимают, ну какой смысл мне каждый день ходить и что-то там просить, то есть они уходят в свой мир, начинают, или виртуальный мир, да, как сейчас очень модно, и все, и теряется контакт с родителями, потому что дети тоже находят выход и решение своих проблем, да, если есть проблема, ее надо каким-то образом решить, если ее не решает родитель, значит, я буду ее решать самостоятельно, уж как умею, да, вот поэтому такая история, и следующий, четвертый, как раз-таки про очищаем свое прошлое, очень перекликается с жить настоящим, да, и в это вот очищение прошлого туда входят как раз ограничивающие убеждения негативной установки, о которых мы говорили как раз на прошлом эфире, да, и туда же относится анализ тех вещей, где мы теряем энергию, потому что мы можем проанализировать только прошлое, ну, в любом случае, да, сегодняшний момент вот этот вот нам очень сложно проанализировать, да, мы можем сделать какую-то инвентаризацию как бы того, что с нами происходило, и поэтому очень важно правильно относиться к этому прошлому, но не тащить с собой то, что не надо, то есть брать из него ресурс, и с чем работает коучинг? Он работает с, наверное, с сильными сторонами, с теми ресурсами, да, и для того, чтобы клиент двигался вперед, мы из прошлого берем этот позитивный опыт, мы берем то лучшее, что из прошлого мы можем взять, а в этом прошлом есть очень много хорошего, да, и опять-таки, мы можем его сами не замечать, пока мы не начнем на этом фокусироваться. Это четвертый шаг, то есть вот очистка своего прошлого, но это имеется в виду, что мы каким-то образом пытаемся изменить его, или что значит вот брать позитивный опыт, а если был негативный опыт? Ну, негативный опыт мы анализируем, позитивный мы берем, а насчет изменения прошлого есть НЛП-техники, которые меняют прошлое, называется, по-моему, одна из техник изменения личностной истории, она очень сильная, и на самом деле ее можно применять, она очень эффективная, и как одно из таких утверждений в коучинге, да, даже если у вас было несчастливое детство, представьте, что оно у вас было счастливым, да, и есть вот такое вот, можно пройти определенную технику и протянуть как бы какие-то изменения в прошлом, в сегодняшний день, и посмотреть, как бы это могло быть. Очень работает здорово, очень сложно это объяснить на пальцах, да, но вот если сделать это, точно так же какая-то, может быть, какая-то негативная история, иногда, я точно помню клиентку, с которой мы это делали, в которой включился, в детстве еще в школе, в девочке включился, как я говорю, мальчик, да, то есть в какой-то момент была какая-то ситуация, когда то ли какая-то агрессия со стороны мальчиков была на девочек, и нужно было сделать выбор, ты на стороне девочки жертвы, то есть, ну вот тебя, я не знаю, побили, ты плачешь, или ты встала и пошла, дала в лоб этому мальчику. И вот с тех пор начали происходить какие-то определенные изменения, то есть в девочке появился этот мальчик, и дальше уже, начиная со школьного времени, ты уже живешь с этой мужской как бы энергией, да, что не надо давать отпор, да, не надо быть слабой, как девочка, не надо плакать, бежать маме, там, сразу жаловаться на этого мальчика, а ты можешь пойти, ему тресну, в конце концов, постоять за себя, да, и это же такой очень важный выбор на самом деле, да, вот в детстве, когда мы делаем, и вот благодаря вот этой вот технике, да, можно посмотреть, а как бы было, если бы не было той ситуации, если бы ты тогда не нашла в себе этого мальчика, и не треснула того, и не решила постоять за себя, а может быть где-то была слабой, да, и может быть ушла вот в эту женскую энергию, да, как бы это было, и как бы это протянулось на сегодня, это фантастическое такое путешествие в свою жизнь, да, и возможные изменения, но это самому точно не сделать, да, и надо делать, в общем-то, с хорошим специалистом, который будет очень четко отслеживать твои там эмоции, переживания на каждом этом этапе, потому что это, ну, это важно, представляете, вам немножко перепрограммировали ваше прошлое, у нас между тем звонок есть, 67212-93-9, здравствуйте, Добрый день, и знаете, у меня вот, я хочу про житейские какие-то мелочи сказать, когда какое-то воспоминание нехорошее, я себя настраиваю, что этого не было, и все, что, куда, просто какая-то ерунда не было, такого и все со мной, и действительно становится легче, и вот еще иногда у меня подруги, вот я там 10 лет назад, шубу не купила, до сих пор переживаешь, а я ей говорю, так забей сплет, ты эту шубу уже давно сносила, и она успокаивается, спасибо. Спасибо. Вот видите, это бытовая техника изменения личности истории, вы представляете, да, только там это делается немножко по шагам, а тут человек сам себе рассказывает о том, что ну не было этого события, и все, да, для того, чтобы мы не циклились, да, и не гоняли эту мысль по кругу о том, вообще, какой кошмар, и как это все плохо, то есть если мы так можем сделать, это же вообще великолепно. Прекрасно. У нас между тем, вот как-то время тает на глазах, а у нас еще есть пятый, шестой и седьмой шаги. Да, ну давайте постараемся тогда ускориться, чтобы уже мы завершили эфир, да, не на полпути. Пятый пункт, это живите от сердца. Это тоже очень интересно, я приверженец того, что наша интуиция живет в нашем теле, и вот жить от сердца, это, наверное, больше прислушиваться к себе. из таких жизненных историй, как все же любят, да, например, если человек находится на какой-то очень высокой позиции в компании, и неважно, его там увольняют, или что-то происходит, или он сам принимает решение, очень многие считают, очень многие зависят от мнения окружающих. очень важно, как на меня посмотрят, ну как же, я был большим начальником, а теперь я безработный, или как же, я был там, не знаю, да, там топ-менеджером в огромной компании, а теперь я ухожу в маленькую компанию, но на самом деле я хочу уйти в маленькую, потому что мне там комфортно, потому что я устал быть большим начальником, потому что я устал от этой ответственности, я хочу отдохнуть. И начинаются вот такие вот внутренние противоречия, насколько мы сами можем себе позволить жить так, как мы хотим. И тут рекомендация такая, а попробуйте убрать своё эго, вот этот вот статус, вот это вот всё внешнее, что у нас есть, то есть понятно, что мы там всю жизнь к этому шли, мы этого достигали, мы этим как бы гордимся, но это далеко не всегда дорога к внутреннему счастью, и может быть в какой-то момент надо остановиться и подумать, а чего я хочу на самом деле, на что реагирует моё тело, а правда ли мне надо делать то, что от меня ожидают все, и, например, топ-менеджеры тебе говорят, всё, надо идти в генеральные директора, а ты понимаешь, что ты не хочешь, то есть все говорят о том, что ты классный, умный, что у тебя есть все ресурсы, что должен идти на повышение, и ты как бы тоже понимаешь, что ты должен, но внутренне не хочешь, тебе некомфортно, у тебя нет этих амбиций, и такое может быть абсолютно любой позиции, где-то вот буквально с врачом такую классность слышала, что если вы становитесь... А, Курпатов, Андрей Курпатов говорил в своём эфире, что если вы становитесь главврачом, не врачом, а главврачом, говорит, только попробуйте поставить неправильный диагноз, или раздавать направо-налево неправильный диагноз, у вас ответственность другая, то есть будучи врачом, вы как бы имеете право на ошибку, а будучи главврачом или завклиникой, вы уже не имеете. И это огромная вот такая вот тоже вопрос к себе, насколько вы готовы переходить вот эту грань, или вы хотите слушать себя и понимать, что вам хорошо, там, где вам хорошо. И это вопрос не денег, не статуса, не власти. Вот этот вот тоже момент, это был пятый момент. Да, шестой момент очень созвучен, задать себе вопрос, «Чего же вы хотите? Какая ваша личная миссия? Ради чего вы живете?» То есть ради чего и ради кого? Тут тоже очень важный момент, когда люди, например, видят смыслом своей жизни одного или двух людей, когда женщина видит смыслом своей жизни мужчину, с которым она живет, и она вкладывается, она как потом, обычно все говорят, «Я отдала лучшие годы своей жизни тебе», это катастрофа, потому что от этого страдают абсолютно все, от этого страдает мужчина, потому что он не может вынести этой ответственности, что человек ему посвятил жизнь одному, и потом ему постоянно это рассказывают. Точно так же женщина может посвятить свою жизнь детям. Что происходит потом? То есть либо потом не происходит сепарация, ребёнок там в 18 или в 20 лет вовремя не может идти из дома, потому что его с дома не отпускают. Но как женщина может отпустить смысл своей жизни из дома? Это же невозможно. Она будет делать всё для того, чтобы этот ребёнок, потому что для мамы, и в 40, и в 60, это ребёнок. И всё, и рушится жизнь этих людей, на которых вы накладываете вот эту ответственность. И ваша миссия, ваша цель в этой жизни, она должна быть гораздо шире. И вот понять, какую же ценность вы создаёте в этом мире не для сына, не для дочки, не для папы, не для мамы, не для брата, а именно для окружающих. В это тогда выйдет ваше миссия. И тогда вы снимете вот это напряжение, и ваша опять-таки жизнь обретёт смысл, и точно не будет каких-то огромнейших разочарований, когда эти люди из вашей жизни начнут уходить. Ну и последнее. Усилить себя. То есть если вы прошли мужественно все эти шесть пунктов, то фактически мы где-то возвращаемся к тому, что мы говорили, что из прошлого можно взять самое лучшее, что у вас есть, самый тот сильный ресурс. И выстроить для себя тоже такой какой-то план, понять, а чему вы сейчас хотите научиться. Потому что для того, чтобы идти вперёд и развиваться, как это, чтобы сейчас стоять на месте, нужно бежать. Есть какая-то хорошая такая фраза, что когда ты стоишь на месте, ты обязательно откатываешься назад. И здесь то же самое, даже не идти, надо бежать. И вот понять, чего вам не хватает сейчас, чему вы хотите научиться. И это абсолютно не важно, сколько вам лет в данном случае. Я опять могу вернуться к своим любимым коучам и конференциям, в которых я постоянно учусь. И я смотрю, что я там в принципе чуть ли не самая молодая. То есть там выступают женщины, которым за 50, за 60. И я понимаю, что они начали искать себя в этой профессии. 50 лет плюс. И девочек нет вообще. И потому что, ну таких вот как бы молодых, потому что они понимают, что для того, чтобы задать такой глубокий вопрос, у тебя должен быть какой-то жизненный опыт. Ты, конечно, можешь суперклассно слышать, ты можешь знать все эти инструменты, но всё равно у тебя должна быть какой-то жизненный опыт, какая-то жизненная мудрость. И вот про это, про смену, то есть можно найти себя в любом моменте, можно идти плести сумки или шляпки, или делать бижутерию, можно в любом возрасте, можно начать фотографировать в любом возрасте, можно уйти в творчество, и тоже, если правильно, как мы тогда говорили, книгу написать, если есть правильный план, можно и книгу написать. И поэтому главное в этой жизни быть, а не казаться. И в конце нашего эфира я желаю всем найти себя, реализоваться, быть собой честными, потому что, возможно, всё, да, изменить мы можем всё, это зависит только от нас. И вот немножко осознанности, и я уверена, что это путь к самореализации и к счастью каждого из нас. Спасибо большое, Ольга Троицына. Это коуч, который рассказал нам сегодня про 7 шагов, которые нужно пройти для того, чтобы понять, к чему стремиться. И такой вот урок самокоучинга сегодня у нас был в эфире. Спасибо ещё раз и до встречи уже в следующую среду для того, чтобы с новой какой-то темой наших слушателей увлечь. И я напоминаю, что вопросы, если вот у наших слушателей возникают, вы можете их нам писать на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. И эти вопросы мы будем использовать для подготовки к следующим программам. Спасибо большое, Ольга, и до свидания. До свидания. Спасибо огромное. Всем прекрасного дня. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком.